Полный комплект снаряжения спасателей МЧС весит около 30 килограммов. При этом нужно в сложных условиях оказать помощь пострадавшим. Несмотря на это, Данил Прокопенко в будущем решил стать спасателем. Молодой человек занимается спортом, а значит у него всё получится. Для себя, скорее всего, выделяю больше МЧС-ника. Мне это более нравится, что ли. Довольно хорошее мероприятие, на котором, правда, можно что-то для себя посмотреть, примерить. Примерить одежду работников спецслужб, попробовать слепить изделия из теста или сделать укол. Всё это было возможно на ярмарке учебных вакансий. Мероприятие организовано Центром занятости населения совместно с администрацией города. Его цель – помочь школьникам сделать верный выбор, сориентироваться в большом количестве предложений, получить информацию об интересующих учебных заведениях. Очень много создано условий для того, чтобы получить образование, не уезжая из города. И сегодня, когда мы собираем всех на одной площадке, ребята могут увидеть, что, оказывается, в нашем городе достаточно много всего. Заполнить два этажа всё-таки профессиональными образовательными организациями, различными предприятиями. Но это говорит о том, что мы развиваемся. Райман Хамедулин учится на втором курсе медицинского колледжа. Планирует в дальнейшем поступать в ВУЗ. Сегодня он уже школьникам показывает, как сделать внутривенный укол или поставить систему. Рассказывает о мерах безопасности, пробует себя в профессии и учащиеся. По словам специалистов, на сегодня медики востребованы на рынке труда. Однако не каждый может им стать. Я поняла, что из меня плохой медик. Я творческий человек, я буду поступать, чем связано с искусством. Такое утверждение. Всего на ярмарке экспозицию с информацией и наглядными материалами разместили пять учебных заведений города и 13 организаций. Ярмарку образования посетили более тысячи учащихся девятых-десятых классов. Дети не всегда владеют полностью информацией определенной о профессии. А выбор профессии – это дело очень серьезное. И ведь не всегда может получиться так, как хочется. По крайней мере, нужно обязательно знать о том, что свой город может предоставить. По многим специальностям необходимо сначала закончить школу, поступить в профессиональное учебное заведение. Но есть профессии, которые можно начинать осваивать уже сейчас. Например, журналистику и операторское искусство. Воспитанники детского телевидения рассказывали о своих занятиях. Мы, в частности, занимаемся актерским мастерством, съемкой, монтажом. Ну, а так, снимаем маленькие видео. Они почти смешные, потому что серьезные у нас снимать пока не очень получается. На ярмарку одни пришли, потому что все пошли. Другие знакомились с профессией, на которую планировали учиться или смотрели более выгодную для работы сферу. Тем не менее, каждый мог пройти профессиональное тестирование, чтобы определиться в дальнейшем с местом учебы и работы.